Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя серия видео уроков для начинающих огородников и садоводов. В марте я приходила сюда сеять рассаду и снимала видео, как вырастить рассаду томатов в неотапливаемой теплице, без выращивания в домашних условиях. Я сеяла морозостойкие сорта. Вот у меня здесь яблоки на снегу, метелица, снежная сказка. Везде, где написано вот северные овощи, вот такой значок, медведь северный, или где снежинка. Вот эти вот все с такими пометками, или где указано, что он холодостойкий. Они все подходят для выращивания просто посевом в грунт. Вот я посеяла, и многие еще боялись, что она вообще не взойдет рассада. Вот смотрите, тут разные сорта. Я сеяла загущено, с учетом, что может быть что-то не взойдет. Взошло все. Сейчас покажу вам. Я пришла подытожить, показать, какая рассада получается здесь. Вот она рассада. У нас еще месяц до высадки. Мы начинаем в Сибири высаживать 5-10 июня. Смотрите, прекрасная рассада. Раз, два, три, четыре. Лезет пятый настоящий лист за это время. Она толстая. Корень здоровый, белый. Никакой черной ножки, ничего нет. Можете посмотреть любую. Вот это еще больше. В домашних условиях, даже в домашних условиях, не всегда можно вырастить вот такую рассаду. Вот она хорошая. Но это, конечно, не все сорта подходят. Вот здесь все морозы, кстати, они прожили у меня без укрытия, когда было минус 4. Рядом стоит вот эта вот неженка, другой совсем сорт. Видите, у них маленько прихватило листики. Видно, что им было холодно. А эти стоят темно-зеленые изумрудные листья. Так что, если у кого-то нет в доме условий выращивать рассаду дома, можно в ней отапливать мои теплицы. Я видео снимала, можете посмотреть. Я просто делала бороздки, раскладывала семена, закрывала пленочкой все. Как только всходит, я пленку убирала и больше ничем я их не подогревала, не укрывала. Вокруг был сугроб, снег, были морозы минус 4. Рассада, ничего с ней не сделалось. Вот можете посмотреть, она вся. Насадить новую я за это время не могла. Вот у меня разделение по сортам, вот другой сорт. Сеяла здесь я ренет, аляска, таймыр, полюс, буян, дюше, снежная сказка, яблоки на снегу, метелица. Все выросли, все хорошие. Вот теперь их можно распекировать или по лоткам, или в открытый грунт вынести прям под пленку. И к высадке, к моменту высадки в открытый грунт, они будут нормальная, крепкая, здоровая рассада. Если хотите посмотреть видео, заходите ко мне на страницу в Одноклассниках. Набираете Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Все. Вот я подытожила этим видеороликом наши посевы в неотапливаемую теплицу. Выращивание рассады томатов в неотапливаемой теплице. Вот такая рассада у нас получилась. Все. Эту тему я закрываю. Больше мы про выращивание рассады нынче говорить не будем в теплице. Теперь мы будем ее выращивать в открытом грунте. И потом я покажу, какие плоды я с нее получу. До свидания. Желаю всем хороших урожаев. И, конечно, будем друг у друга учиться. Кто ни разу не пробовал, попробуйте. Это очень легко. Облегчает труд на 99%. Прийти и насыпать семена, ничего сложного нет. Это не ящички дома. Переворачивать их. Они то вытягиваются, то горят. Здесь очень хорошая рассада. Но, опять же, у меня свои семена, они очень сильные. В них уже заложено, как выносливость. Я вот магазинные семена здесь, конечно, не рискну посеять. Но свои семена очень хорошо растут. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok